Продолжение следует... 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 Тут придавил, тут придавил, а потом все, я сорняки выдернул, думаю, а что я их дергал? А, слушай, яблонька, а он уже ее раздавил больше, чем сорняк, она самая нежная. Поэтому важно, когда ты начинаешь работать, то важно не сорняки видеть, диагнозы, а важно здоровье знать. Поэтому глаза у нас не на заднице, а спереди. Куда идти, а не от чего идти. Все идут, от одной болезни, от второй, от третьей, он пятится, от одной болезни, от сорняка, от другой. А важно, яблонька вот так, вот здесь выдернул, а яблоньку держишь и видишь. Ну это вот, я редко ради кого такие занятия провожу, но просто она такой человек, который заставляет, чтобы так сделать. Поняли? Поэтому то, что мы начнем с вами сегодня работать, первое, сделать паузу, не бежать все время, потому что пауза – это великая вещь. И в жизни у нас у каждого есть прекрасные моменты. Не важно, когда они происходили, в детстве, недавно. Важно, что их вспомнить, прочувствовать и дать им вырасти, создать условия. Поняли меня? И поэтому на секундочку и вы тоже. Забудьте, оставьте болезни на минуточку сбоку, потом вернетесь, если вам они нужны. А может, пока отключитесь от этой болезни, ее кто-нибудь унесет, кому она более нужна. Потому что болезнь – это очень хорошая вещь. Мы болеем только потому, что это очень хорошо и жизни необходимо. Поэтому на секундочку. Закрыть глаза. Следующее. Оторваться от своих болезней. Забыть о стране, о кризисе, о болезнях, обо всем остальном. И следующий момент. Ну, причем я хочу сказать, относитесь к тому, что я говорю, так слегка с юмором. Он скажет, да, Петр Александрович, ахинею какую-нибудь несет? Ну, дай попробую, ради интереса. Вроде вреда не будет. Да, вреда не будет, надо повспоминать лучшие моменты в жизни. И поэтому закрыть глаза и тихонько повспоминать. Вот почему-то у меня, и все время вспоминаю, я в свое время жил в деревне Воронежской области. И там ранней весной мы выходили, там горы такие были. Вот выйдешь на гору, только травка пробивается. Вид такой далеко-далеко все видно. Воздух такой. Кузнечики такие там с красными, с синими крылышками летают. Трава такая, чабрец, пахнет. Трава пробивает, запах земли, такая вот радость была непонятная. Еще вспоминаю, как на санках с горы ездили. Ой, утром уйдешь, выходной день. Поздно ночью идешь, весь мокрый и вспотевший. И от снега ничем не болели. Ну, и грипп, и все, иногда так бывало. Но следующее вспоминаешь. И как любил, и в детстве. И родителей вспоминаешь. И победы свои вспоминаешь. Как-то сложно было, а что-то сделал. Не буду говорить, но каждый из вас помнит эти моменты. Хорошо. А вот теперь самое интересное, что зрители смотрят на вас, и на лице всегда написано, о чем человек думает. Поняли? Это у меня одна женщина была. И она, знаете, так, откройте глаза. И она с таким вот лицом. Я говорю, о чем думаешь? О хорошем. Поняли, да? То есть, мы занимаемся ясновидением и яснослышним. Поэтому иногда смотришь на человека. Вот, ну, образно говоря, не даже. Вот идешь, и видишь, человек идет, с цветами улыбается, сразу ясно, куда он идет. Куда-то на хорошую встречу. Или смотришь, человек такой потухший, все, идет и чувствуется, он идет, может, там, или к начальнику. Поэтому важно не что ты делаешь, что ногами перебираешь, а важно, куда ты движешься. И увидеть, куда идешь, это самая великая вещь. Потому что самая трудная работа для врача, не лекарство назначить, не массаж, да, все хрень, а сделать так, чтобы он захотел быть здоровым. И захотел так, чтобы весь мир на него работал. Тогда он и лекарства на помойке найдет, любое, там, травку возьмет и все поможет. И врача найдет, и время, и деньги, все, весь мир перевернет. Но если захочет. А если нет, найдет причину и врача, на которую все свалит. Поняла, девушка? Но она сильная, поэтому ее и бить можно. Она, так сказать, этого искала. Значит, первая радость, но только не внушение, не автотренинг, когда ты как идиот повторяешь, да, а когда это у тебя есть. Автотренинг, я представляю, так, семечки нет, говоришь, вырастет, вырастет, вырастет растение. Будет здесь капуста, будет здесь капуста, будет яблоко. Да не будет. Если не посадишь, работать надо, да? Ну вот. Следующий момент, следующее, важное, это то, что, наверное, видели на сеансах всяких великих, там, чудодейственных, их людей начинают что делать? Крутить. Видели, наверное, да? Показывают там вот зал, ну, не будем называть личности, их много. И вот люди сидят и их крутят. А мы уже на прошлом занятии, я не буду точно входить, потому что мы тихонько поработаем, занимались как раз этим упражнением. То есть организм начинает просыпаться и давать те движения, то есть важно дать импульс и создать условия. И организм начинает делать те движения, которые он делал в чреве матери. То есть тогда, когда организм был максимально здоров. То есть организм начинает возвращаться в то место, где он был здоров. И потихоньку оттуда, как семечку бросил, она попала глубоко. Оттуда она пускает вначале корни, а потом начинает подниматься вверх. И поэтому сели удобненько, ножки соединили, пальчики соединило только чуть-чуть. Следующее. Удобное положение, самое удобное. И в это время как раз каждая клеточка, каждая мышца, каждая связка, каждый орган, то есть целостно организм вспоминает то состояние, когда он был в чреве матери. Мягкие, маленькие движения. У нас в прошлый раз здесь был один уникальный человек, достойнейший человек, который очень многих людей спас, очень многим помог. И важно, что пришло время, когда ему нужно помочь самому себе. Потому что, чтобы быть щедрым, нужно быть каким? Нищим или богатым? Чтобы щедрым быть. Богатым. А чтобы помочь другим, ты должен быть здоровым, чтобы лечить. И запас здоровья. Потому что, общаясь с любым пациентом, пациент пытается тебя сделать. Чего смеешься? Приходит пациент и начинает, говорит, доктор, представляете, как у меня голова болит. Ну, к примеру. Слышишь, Сережа? А я всегда говорю, слушай, лучше ты представь, как у меня не болит. Поняла, да? Хорошо. И теперь мягенько, осторожно. И следующее, что когда будете тихонько вращаться, а повспоминайте, оторвитесь вы от тех болезней и проблем на минутку, на две, на три. И, кстати говоря, если сорняк оторвать, хотя бы на час от земли, особенно без корня, то он что сделает? Засохнет. А если его оторвать и сразу же посадить, то он что? Не успеет. Поняли меня. Поэтому, если думаешь, так, ладно, подумал, тогда было хорошо, так, сейчас в семье, так, болезнь у меня, это здесь, это, сразу же напрягаешься, а сорняк опять, только вызываешь ты его, и опять. И поэтому, так, Сережа, уж слишком хорошо работаешь. Но ситуация какая? Вот здесь важный момент какой, чтобы не было напряга, не старайтесь работать хорошо. Работайте так, ну, слегка скептически. Знаете, как работают дети? Вот с детьми одно удовольствие. Они же не будут так, да, вот, надо крутиться. Вот если скажешь, крутиться, как ела, он сразу будет сказать, ой, так здорово, скажешь, крутись. И он крутится каждым позвонком, хорошо. Ручки соедини, пальчик к пальчику, чуть-чуть, не-не, вот так, пальчик к пальчику. Ой, ручки хорошие какие, чуть-чуть только соприкасайся, хорошо. И если будешь правильно работать, то тепло пойдет вот отсюда, по позвоночнику, спинки не прислоняйся, к спинке не прислоняйся. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Мягенько, ну-ка. Ой, ручки какие горячие. Так, часы без железного браслета. Железный браслет мне нужен, там у вас все жемчуг. Ну, жемчуг, это не знаю как, но я думаю, что даже еще лучше. Мягенько, осторожно. Хорошо. Если в это время захочется пить, это очень хороший показатель. То есть захочется много пить, пересыхать во рту будет, все. Ага, так. И самое главное, потихоньку вспоминать одну ситуацию хорошую, вторую. То есть важно, что то, чем мы занимаемся, методики разные. И одна геометрически усиливает другую. Мягенько, осторожно, тепло. Хорошо. Останавливаемся. Ножки разводим, садимся. То есть мы тихонько только пробуем. Мы уже взяли две вещи. Первая, это радость, знать, куда идешь. Потому что есть так называемый сглаз болезнью. Что такое сглаз болезнью? Некоторые думают, что там гипноз, внушение, бывает только от человека к человеку. На самом деле и вещь может гипнотизировать, и собака гипнотизировать. Но был великий гипнотизер Кьюи, который сказал, что гипноза, внушение, аутотренинга и всех остальных вещей нету. Знаешь, есть Нансийская школа гипноза, самая старая, самая мощная. Он сказал, что есть только самовнушение, всего остального нету. Так же, как великий элезионист. То есть то, чем заканчивается, все остальное это подход. Гудини, слышали, да? То есть это величайший человек, который делал те вещи, которые не с помощью фокусов, каких-то, я имею в виду, оборудований и все, а благодаря тем возможностям, которым он обладал. Но он сказал, что ни экстрасенсов, ни медиумов, никого нету. Я это говорить не могу, я не гудини. А вот он имел право, потому что каждый человек имеет право сказать что-то, да? Ну вот. Теперь следующий момент. Следующее, это то, что все, кто выздоравливали, испытывали еще одно ощущение. Первое, это их бросало в холод, дрожь, мурашки, покалывание. Серьез сидит и скажет, слушайте, но это близкое, да, по ощущению. Потом их бросало в жар, и опять пульсация, покалывание, и мощное. У меня же сейчас мурашки пошли. А что такое мурашки? Вот у нас специалистов нет. Капилляры открываются, закрываются. То есть есть моменты, когда капилляр... Ой, слушайте, ну просто сейчас это... Внутри аж все, по-моему, аж волоски дымом стали. А есть разница у одного, допустим, спинала, папки, у второго ноги? Почему? Каждый из твоих... А знаете как, почему? Потому что тело начинает просыпаться и начинает пробивать какие-то места. То есть на самом деле это уже как диагностика и все. Потому что вот здесь интересные моменты, что человек себя очень сильно разрушает. То есть есть сверх вещи, которые ни у одного живого существа нет. Потому что машины, радиация, питание, лекарства, фильмы, все. То есть настолько разрушительная вещь. Поэтому уже нужны правильные вещи, чтобы от этого восстановиться. И поэтому просто представлять тепло-холод. Это было раньше. Сейчас нужно еще что-то слегка добавить и помочь. Следующее. Ну можно сидеть и, как идиот, говорить, у меня тепло, у меня тепло, у меня тепло, там тепло, здесь тепло. Фигня. У меня есть вещи сильнее. А что некоторые отписывают, если бы пошло тепло. Потому что если ты хочешь, чтобы пошла слюна, можно сидеть, или у меня идет слюна, у меня идет слюна. Пойдет слюна? Нет. Следующее. Можно сделать как? А ну, Роксана, улыбнись. А если не улыбается пистолет, представь, она улыбнись. Она улыбнется. Но будет ли это улыбка? А есть другой момент. Рассказать ей анекдот. Это даже заставлять не нужно. То есть, идти нужно глубже. И поэтому сейчас важный момент. Взять и вспомнить тот момент, когда было тепло. Да и не просто тепло, а с предыдущим упражнением. Приятное тепло. Потому что если я начну, вот, например, чтобы пошла слюна, пошла слюна, пошла, пойдет, нет. А если я расскажу про лимон, знаете, вот такой желтенький, с такими пупырышками, раскрываешь такие дольки и все. А мне очень нравится. Вот сейчас не знаю, почему-то понравилось. Мы с ним, кстати, надо попробовать. Великолепная вещь. Берешь лимон, коньячок немножко, солью посыпаешь. Лучшие закуски. Вот, кстати говоря, это смотрится. Слушайте, потрясающая вещь. Вот выпиваешь, и вот именно лимон, солью, ну как, немножко есть. А можно сделать электростимуляцию, например, взять, как змею, ее тоже. Слюна идет, но это уже другая слюна, да? И поэтому важный момент сейчас. Вспомнить самые лучшие моменты. Потихоньку не просто вспомнить, а максимально вернуться туда. Что такое вернуться? Вспомнить, как ты была, то есть максимум, чтобы быстрее, быстрее, чтобы ощущение, чтобы тело начало вспоминать и погрузилось до глубины. А затем вспомнить, что связано с теплом. Вот у меня с теплом связь две есть, так сказать, мощные. Ну, бани, все это еще тоже нормальная вещь. Но русская печка, я вспоминаю в детстве, даже запах помню. Даже помню, как там семечки сушили, сухари сушили, там валенки лежали. Запах такой еще все побеленное, такая небольшая. Тепло, мягкое тепло, фантастика. И когда зимой пробежишься на лыжах или в валенках. Ноги, вот снимаешь валенки, бежишь по снегу, это в детстве бегали и все. То есть вот вспоминай. Потом, когда по песку идешь, по горячему на пляже, когда ты на пляже лежишь. То есть важно тело сориентировать, отпустить. И вот сейчас, если мы вспомним про тепло, то капилляры что сделают? Раскроются. Поняли гимнастику капилляров? Можно делать физиотерапию, прогревать. Но если ты делаешь физиотерапию, тело что будет? Сопротивляться. А зачем мне тепло? А если ты вспоминаешь, то тепло начнет выходить из глубины. А если начинают раскрываться капилляры? Капилляры составляют 80% нашего тела. Капилляр единственный сосуд, который может увеличиваться в 700 раз. Капилляр это сосуд, который бьется как сердечко. Работает всего 10-15%. Все остальное зарастает, забивается. И если, и это единственные сосуды, которые могут разрастаться, открываться. И великий врач Залманов, который построил свои работы на работах Нобелевского лауреата Крога, говорил, если капиллярная сеть здорова, место это здоровое. Поняли? Поэтому сейчас будем работать и зарабатывать чудо. Можно случайно на дороге найти 100 рублей, а можно заработать. Сели удобно, ручки положили, ножки немножко выпрямить, потому что, чтобы все суставчики были... Следующий, ручки слегка вот так, то есть, а то у меня это... Петр и Саня, мы что, солнце ловим? Да нет, просто здесь суставы, кровь течет, и руки удобно лежат. Хорошо. И следующее. Еще немножко оторвусь, но самое главное подготовка, результат быстро идет. Что лучше всего разогревает, тепло или холод? Тепло. Быстро. Что? Тепло. Холод. А если не тепло, то холод. Молодец. То есть, вариант какой? Маятник. Чем сильнее от себя оттолкнуло, тем он больше хотел, ты и от него, но тебе... Вот если в холодной воду умылся, и все, потом так горит. А теплом раз, только вышел, уже замерзаешь. Поэтому важный момент, важно не то, что ты делаешь, а важно как. Есть система там Порфирия, Иванова, тоже прохиндея, такого хорошего в каких-то вещах. И вот он занимался обливанием, да? И вот важный момент, важно... Берешь холодную воду, думаешь, взял эту холодную воду, сейчас обольюсь, осоплет, там же все сейчас будет. Но силой воли взял, значит, на себя вылил мозг, думаешь, ой, господи, холодно, все тут. Или подходишь, ох, холодный воду, сейчас раз взял, на себя вылил, еще раз взял, вылил. Сделал одно и то же, а результат что? Разный. Поэтому важно не что делаешь, а важно как. И поэтому и таблетку можешь выпить, а результата не будет. А там это даже барахло поддельное выпишешь, а результат есть. Поэтому важно не что, а важно как. И поэтому сели удобно, теперь глаза закрыли, по-моему, я все уже сказал, теперь вы в безвыходной ситуации, чтобы результат сделать. Причем чудо будет происходить, даже вы не думаете где. Сели удобно, глаза закрыли. Так, ну-ка, вспомнили самые лучшие моменты в жизни. Причем можно вспомнить один случай. Уже чувствуешь, ой, хорошо, вспомнил, аж дрожь потела, пошла. Следующий случай вспомнил. Еще, еще, и даже во время все боковым зрением, все время складывать, складывать, складывать. Хорошо, вот я уже вижу на Ирине Драшну, все, это уже. На Оксану тоже, молодцом. Так, так. Сережа у нас такой настоящий. О, хорошо, молодцом. Сейчас зрители все смотрят, сейчас миллионы зрителей во всем мире смотрят, куда вы движетесь, в здоровье или в обратную сторону. Хорошо. И вот теперь вспомнить про прохладу, чистоту, свежесть, чистая вода. Кстати говоря, многие считают, что во время сна человек спит. Во время сна человек не мешает организму восстанавливаться. И только во сне происходит настоящее восстановление глубинное. Если человек во время сна приснится, чистая вода, чистый воздух, во всех сонниках найдете человек, что делает? Выздоравливает. А можно это сделать. И более сильная вещь будет, чем во сне. И поэтому закрыли глаза и вспомнили чистую воду. Может быть, это море. Может быть, это родник. Я вот вспоминаю, где я жил, у моего дедушки с бабушкой был родник. Там, в Воронежской области, в Шиповом лесу, назывался Наголовище. Там церковь ушла под землю и на этом месте родник образовал. Никогда не замерзался. Вода ледяная, чистейшая вода. А сколько еще родников? А горные реки какие? Вот Муслим сидит, вспоминает. Там это же вообще в Дагестане, да? А воздух какой чистый в горах? А какой чистый воздух весною? Повспоминать, разбудить эти воспоминания. Они разбудят многое. Прохлада, чистота, свежесть. И вот теперь прохладу, чистоту, свежесть на стопы. Вспомните, я, например, вспоминаю, как поросе бегал. Чистая роса, свежая, блестит на солнце. С радостью бежишь. Когда точно все разогреется. И прохлада, свежесть на стопы. И пустить эту прохладу так, чтобы прохлада не только кожу, а даже косточки слегка заломила от прохлады. До глубины. Чтобы те капиллярчики не только в коже, в мышцах, в связках, но даже косточки слегка от холода сжались. Кстати, когда человек ложится на прохладное место, вот даже на пляже он лег на горячий песок, а кости начинают чувствовать первыми, не мышцы. Поэтому говорят, кости тянут. Земля тянет, и не кожу тянет. Кости. И вот здесь почувствуется, как прохлада, свежесть входит в косточки, в каждый пальчик, в пятку, в стопы. У меня ж мурашки поперли. Слушай, ну это после вот этих вещей. А прохлада, свежесть доходит до голеностопа. И почувствовать, как чистота, свежесть в каждую клетку, в каждый нерв, в каждый сосуд. Вы знаете, что чистая вода – это сказка, это здоровье, живая вода внутри нас. 80% нашего тела – вода. И какая будет вода, если мы на 80% здоровы, и на 80% чистая, и прохлада, свежесть, чистота поднимается вверх по ногам, в каждую мышцу, в каждый нерв, в каждый сосуд, в козь в глубине, в каждую клетку. Почувствовать радостную прохладу, чистую. Почувствовать, как ты радуешься прохладе, как и мысли твои чистыми становятся. Прохлада, свежесть поднимается выше, впитывается, пробуждает все. Прохлада, свежесть поднимается выше, доходит до коленных суставов, на секунду останавливается, набирает силу, идет еще глубже, в колени, в коленную чашечку, в суставы. Прохлада, свежесть и самое главное – предчувствие. Чувствуете прохладу, представляете прохладу. Только ни в коем случае не оценивайте. Получается, не получается, абсолютно не важно. Если вы даже пытаетесь, уже результат идет. Причем может быть отдаленный, раз, а потом, так сказать, пойдет. Следующее, что предчувствие, что после этой прохлады пойдет пульсация, поколния, а потом и жар пойдет. Как это? И к гадалке не ходить, да? Обязательно будет. А прохлада, свежесть поднимается выше по бедрам. Прохлада, свежесть. И самое главное – почувствуйте в душе даже такой ажиотаж, удовольствие. Прохлада, свежесть, сила, здоровье. Каждая клетка просыпается, и не нужно ее лечить. Не надо ей только мешать, и нужно только разбудить здоровье. В третьей медицине больных людей, больных органов, больных клеток, больных молекул нет. Есть те, которые спят. Разбуди, и прохлада, свежесть поднимается выше, еще выше идет прохлада, свежесть, здоровье, сила. Прохлада, свежесть поднимается, доходит до тазобедренных суставов. Прохлада, свежесть поднимается, выше наполняет тазобедренные суставы. И как две реки соединяются в области копчика креса, как такой водоворот набирает силу, а почувствовать, как ноги слегка расслабились. В прохладе, свежести, радости отдыхает, как человек, который спит. Он-то спит, потому что спит в сознании, но в это время тело работает около моря. Или в прохладной комнате, где свежий воздух, спокойствие, уют. Прохлада, свежесть поднимается, доходит до копчика, набирает силу, и почувствовать, как прохлада, свежесть пошла вверх по позвоночнику, как сок по дереву. Вверх тянется, и прохлада, свежесть идет вверх по позвоночнику, крестец. Почувствовать, как прохлада, свежесть не просто сверху в коже, а аж крестец слегка заламывает. Прохлада, свежесть идет в прямую кишку, в половые органы, в мочевое пузырь. Прохлада, свежесть, чистота, здоровье, радость, сила. Причем такая сила поднимается, что микробы, шлаки, вирусы уже не знают, куда деваться. Потому что ими надо пользоваться, как партнерами по спаррингу, а прохлада, свежесть поднимается выше. Каждый позвонок, почувствовать, как каждый позвонок ожил, даже слегка заломил. Прохлада, свежесть поднимается выше, проходит по поясничному отделу. Внимание, все на себя. Следующее, проконтролировать, с радостью ли идете, радостная ли прохлада. Хорошо, прохлада, свежесть поднимается выше, почувствовать, как прохлада, свежесть идет ниже в атаке, кишечник. Прохлада, свежесть поднимается выше, и появляется такой азарт, удовольствие. Прохлада, свежесть наполняет почки. Неважно, где почки находятся, мимо голодного кусок колбасы не пронесешь. Почувствовать, как они сразу же начинают, ах, вот ты на меня внимание обратил. Ведь дети балуются не для того, что они балуются, а чтобы привлечь внимание. И органы болят не для того, что они болят, привлечь внимание хотят. Прохлада, свежесть поднимается, прохлада, свежесть наполняет кишечник. Ой, как приятно почувствовать удовольствие. Ну, вспомните, как в детстве купались в воде. Моих детей сейчас не вытащишь. Потому что вообще, я еще покупаюсь, еще, еще. Правильно, во. Вот теперь вижу настоящую улыбку, молодец. Во, чувствуется, купаться любила. Так, так. Хорошо. Чистая вода. И почувствовать, что не только купаешься сам, а купается каждая клетка, каждый орган, каждая молекула. Да разве такой сон может присниться? Это только правильный сон может быть. А прохлада, свежесть поднимается выше, и уже снизу часть тела в таком состоянии, что верхняя часть завидует, говорит, когда до нас дойдут. Уже печень просьбит, говорит, а когда же со мной? А поджелудочная, говорит, а когда со мной? А желудок, двенадцатиперстная кишка. И прохлада, свежесть в печень. В печень целиком. И вверх, и вниз, и в сторону. Прохлада, свежесть, а прохлада, свежесть в левое подреберье. Поджелудочную железу, селезенку. Не важно знать анатомию. Мы же делаем болезни, не зная анатомии. Не зная. Да? Так и можно сделать, и здоровье, не зная. Аж не важно знать, как это строение листа, химический состав, там, хлорофила. Главное знать, как яблоньку вырасти. Поэтому знания иногда лишние. А то приходят и начинают ахинея нести. Да? Вот. А теперь прохлада, свежесть в желудок. Двенадцатиперстную кишку. Ой, какая прохлада, свежесть. И даже уже думаешь, теперь только чистую воду буду пить. Хорошо. Прохлада, свежесть все наполняется. И прохлада, свежесть поднимается вверх по позвоночникам. Почувствуй, как по стволу, как по дереву течет сок. Чистый, свежий, здоровый. Я вспоминаю, березовый сок, сказка. Вот кто будет хорошо работать, получит сегодня березовый сок. Настоящий. Но не все знают, что из березового сока делают настоящий квас. Вот будете работать, угощу, если хорошо будете. Так. А прохлада, свежесть поднимается выше. Прохлада, свежесть идет по грудному отделу позвоночника. Грудной отдел позвоночника – это сказка. 12 позвонков, 12 полутонов. Если все они работают нормально, то дыхание гармоничное. Потому что любая болезнь – это всегда нарушение в каком-то позвонке. Всегда есть какая-то проблема. И освободить дыхание – это значит запустить и освободить здоровье, разбудить его. И поэтому по грудному отделу пройти особенно внимательно. Каждый позвонок не пропуская. Лучше даже и поясничный захватить. Один. Второй. Почувствовать. Если почувствуете там сразу же ломоту, пульсация, поколение у некоторых может быть. Прекрасно. Значит, идете немножко впереди. Пройти все. И между лопатками – то место, откуда крылья растут. Хорошо. До седьмого шейного позвонка. И теперь вдохнуть. Вдохнуть и вспомнить. Самый чистый воздух, которым вы когда-либо дышали. Вот у меня всегда, я вспоминаю весной, в детстве мы ездили в лес на майские праздники, на День Победы. Ездили в лес за цветами, чтобы потом на памятник приносить героям. Я вспоминаю, там лес весь усыпан весенними цветами, подснежниками, какими-то кашками, какими-то воронцами этими полевыми, как называют, пионами. Это вообще сказочные вещи. Потом какие-то еще вещи. Листья распускаются. Земля, так сказать, еще и на льдинах катались. Но это отдельный разговор. И вот я вспоминаю этот воздух. Даже потом и в горах был, и на море. Нет, вот этот воздух наполнен. И птицы поют, и пчелы жужжат, и бабочки первые порхают. Такое чувство, что там внутри, и вот сейчас вспомнить, потому что в этой даже комнате, в центре Москвы, ну может быть, несколько молекул из того воздуха есть. И важно, что ты можешь их вдохнуть. Важно не что ты вдыхаешь, а что ты из вдыхаемого воздуха забираешь. И поэтому вдохнуть, прохладу, чистоту, свежесть, вдохнуть, нос, носоглотка, горло, легкие. Вдохнуть, и затем почувствовать, как внутри есть какая-то грязь, шлаки, что-то застоявшее. Выдохнуть. И почувствовать, как тепло согревает горло, нос, носоглотку. И вдохнуть еще глубже. Но не стараться делать это чисто физически, а просто вдыхая, прочувствовать все. Почувствовать, как уже в носу начинается дыхание. Прохлада, свежесть, горло, легкие. И вдохнуть с радостью и выдохнуть слегка с печалью, как выбрасываешь старые ботинки, старую одежду, которая тебе так нравилась. Но уже пришло время менять на новую. Как выбрасываешь что-то, например, человек выбрасывает или снимает обувь и покупает новые, особенно на женщинах это хорошо, сразу же уже нужно новое платье, новое платье, новая обувь, значит новая сумка. И почувствовать, как вот тело только проснулось, оно уже само просит дыхание еще больше. Вдох. И выдох. Дыхание становится менее заметно, более редкое, более глубокое. Дыхание начинает напоминать дыхание, которым человек дышит во время сна. Почувствуй, как вдыхаешь и вдох становится таким глубоким. Кислород это все чепуха, но ты вдыхаешь и запахи цветов, и тот воздух, который пришел с гор, с моря, с океана, вдыхаешь и освобождаешься от всего, что не нужно. Почувствуй, как тело так приятно дышать, и оставляем. Уже тело само будет чувствовать это и потихоньку продолжать. А теперь почувствуй, как прохлада, свежесть наполняет плечи, предплечья, кисти, прохлада, свежесть. Почувствуй, как тело становится приятно тяжелым, как оно отдыхает, восстанавливается, набирается сил, а прохлада, свежесть поднимается вверх по шее, по каждому позвонку, горло, щитовидная железа, прохлада, свежесть поднимается выше, доходит до лица. Только не обращать внимания на область сердца и область мозга. Эти места в организме должны работать по-другому, у них другая работа. Прохлада, свежесть на лице и почувствуй, прохлада, свежесть не просто в коже, а даже в косточках, в связках. Прохлада, свежесть приятная в глазах, ушах, волосы, затылок, прохлада, свежесть. И почувствуй, как все тело в прохладе, в свежести, в чистоте, как тело отдыхает, как ему не нужно мешать, как оно впитывает, набирает силу, прохлада, свежесть. Можно даже слегка покачаться. Прохлада, свежесть. Вспомните еще чистую, свежую воду, когда пили прохладную, чистую, свежую воду, когда купались. Вспомните чистый, свежий воздух. Почувствовать в себе чистоту, свежесть. И теперь обратите внимание, что в теле, особенно в каких-то местах, появляется легкая пульсация, покалывание, мурашки. Ой, только сказал, прям по всему телу поперлась. Ощущение не только сверху по коже. Ощущение такое, аж косточки слегка поломает. Приятно, слегка. Так, Ирина Таршина, есть? Наташа? Есть? С вашим разговором не можете не быть. Сережа, есть? Правильно. Молодец, хорошо. Ой, как хорошо. И поиграть, почувствовать, как и по ногам, и по стопам, и копчик, и крестец, и низ живота, и кишечник, и в почках даже слегка аж заломило. Особенно если где-то заломит, это вообще сказка. Это значит, все тело уже пошло, это место отстает, и тело его тянет в здоровье, оно слегка сопротивляется, но сдастся и по плечам, и по лицу, и волосы, и горло, и печень, и поджелудочные, и желудок, и весь позвоночник. Ой, как хорошо. Особенно где-нибудь еще и заломило чуть-чуть. Легкая такая ломота, приятная. И Наташа, как есть чуть-чуть где-то? Наташа, есть чуть-чуть? Сережа? Ага, есть? Хорошо. И надо этому обрадоваться. Ведь это место, вот только почувствуйте, как человек, который замерзал и попал в теплое помещение, как голодный, которому дали немножко хлеба, как человек в пустыне умирал от жажды и вдруг дополз до родника. Обрадуйтесь этому. Почувствуйте, как тело радуется этой боли, этому поламыванию, пульсации. Это значит, пошла кровь, открылись капилляры. Это место становится сильнее, здоровее. И не важен диагноз. Важно, что ты становишься сильнее той проблемы, которая была. Твой организм поможет этому месту, потому что сюда придут и питательные вещества, и силы, уберутся шлаки. И ты сожрешь тех микробов, которые здесь хотели устроить. Поняла меня? Правильно смеешься. Потому что микробыми надо питаться, а не травить себе лекарства. Иногда нужно. Хорошо, прекрасно. Ой, и почувствуйте, как тело так отдохнуло. Так застоялось слегка, что хочется потянуться. Нога потянулись сладко. Расправить плечи. Вытянуться. Ой, как хорошо это. Ах, голову в одну сторону, в другую сторону. Вверх вытянуть, наклонить вперед. Назад. В стороны потянуться, скрутиться слегка. Осторожно только, смотрите. Не слишком сильно удовольствия. Ой, как хорошо. Ох, как сладко. Теперь руки растираем. Ах, и сейчас пойдет то, что нужно. Так, кто ж так трет? Ты кого, врага трет, что ли? Вот как нужно. Растереть, хорошо. И все тело. Ой, как хорошо. Ах, озноб немножко пошел. Есть или нету? Ах, ноги растереть. Учитесь у Ирины Дракшевны. Вот ее организм, сейчас ваши все организмы завидуют ее. Скажут, а если меня так кто-нибудь растер, а? О, правильно. Тут уже соревнования. Понимаешь, тут не стыдно заработать здоровье. Честным трудом. Хорошо. Поясница. Ой, как хорошо. Шея. Ну-ка. Лицо. Уши. Причем, не думайте как. Тело само подскажет. Самое главное слушать. Ой, как хорошо. Она делает аж самого. И даже не нужно заставлять. А смотри, как трет. А я думаю, вдруг я сейчас здесь не дотру. Ну, хорошо. Жар пошел немножко. Хорошо. А теперь садимся в то упражнение, которое было. Ой. И тихонько, чтобы тепло пошло. Ой, как хорошо разогрев-то идет. Хорошо. Хорошо. У меня даже немножко это озноб выходит. Вы знаете, как? Ну, вот после, например, холода заходишь в баню. И все тепло, а какой-то такой озноб пробивает. Да? Вот я не должна знать. Или еще есть вещи еще сильнее. Вот, например, приходишь после лыж, после холода. Заходишь в дом и берешь 50 грамм водочки. Да? Или конечка слимоешь. Выпиваешь, и вдруг такое блаженство, особенно после холода, тепло. И сразу же такой жар изнутри идет. Да? Наташа, было когда-нибудь? Было. Сереж, было? Вообще удовольствие. Да. И вот сейчас почувствовать, вспомнить. То есть, вот сейчас самое важное вдогонку. Вдогонку. Знаете, как это? И так тепло. А тут еще дополнил. И вот почувствовать, как тепло, удовольствие какое-то. О-о-о, пошло по телу, пошло. Хорошо. О, теперь я вижу, куда движешься. Это у нас здоровая девушка, только хочет еще здоровее стать. Что по себе не верить. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, вот почувствовать, когда тело уже начинает вращаться, то его даже останавливать не хочется, оно уже само идет. Кстати говоря, как вы думаете, когда нужно остановиться? Когда плохо или когда очень хорошо получается? Ну-ка. Когда? Вот когда так хорошо, что хочется еще и еще, вот в это время нужно остановиться. Правильно. А то перейдешь границу и будет плохо. Объешься. Хорошо. Те ручки растерли. Ручки разъединили, руки на колени. И теперь вдогонку. Тепло, всем тепло? Нормально? Тепло? Немножко вспотели? Так есть? Пробило немножко? Пробило? Ну, тепло. А вот теперь нужно дополнить. То есть мы качели раскачиваем. То в холод качнули. А теперь качнем куда? Тепло. И вспомнить самые приятные моменты, которые связаны с теплом. Что на память приходит? Или, Наташа, ну что? Кафельная печка. Кафельная. О! Ну? Наташа, что? Сауна. Сауна. А? Жалко на русской печке. Ой, слушай, Наташа, сухой такой. Печка. Печка. У меня и печка, и валенки, и русская баня. Я вспоминаю там, где я жил, там дубовые бани. Ой, хорошо. И сейчас эти воспоминания проснутся. Вы представляете? Ой, хорошо. И тепло в стопы. Там аж все аж загудело. Потому что тогда мы смотрели вокруг, а сейчас смотрим внутрь. И тепло в стопах, в каждой косточке, в каждой связке, в каждом нерве, в каждом саду, внутри каждой клетки. Тепло поднимается повыше, по голени. Тепло в колене. Ой, жар какой. Прямо это... Я не знаю, может здесь жарко стало. Тепло идет по ногам. Тепло поднимается выше. И прислушайтесь. В жизни, говорят, есть, как это сказать, знаки. Слышите, какие крики? Перемена у детей в школе. Это ж аж сюда крики доходят. Вот это праздник, да? Вот почувствовать их состояние. И тепло по ногам, по бедрам. Тепло в крестец, в копчик. Тепло, как после прохлады. Ой, хорошо. Почувствовать в себе такое здоровье, такую силу. Тепло вниз живота. Мочевой пузырь, прямая кишка, половые органы. Тепло, крестец. Тепло поднимается выше по позвоночнику. Как приятно. Тепло в желудке, в кишечнике. Везде. Тепло. А внутри такая радость, как те крики, как на детской площадке, да? Хорошо. А тепло поднимается выше. Тепло в почке идет. Жар приятный, радостный, счастливый жар. С детским смехом. Я представляю, как там все носится, орет. И как их потом в класс загонять, да? Это же ужас. Как и нас тоже. Просто подарок. Заработали. Такой звуковой поддержкой. Просто рядом школа, и там идет такой смех, такой крик, что просто чувствуешь, что он, так сказать... Если так же и клетки, и каждый орган радоваться будет, там... Все микробы с ума сойдут, да? Хорошо. А тепло поднимается выше. Тепло наполняет печень. Слово печень даже. А слово печень. Сережа, не так серьезно. Работай легче. Во, ну что ты там, так уж слишком хорошо, слишком взрослым. Слышишь, как носится коллектив? А, хорошо. А тепло в поджелудочной железе, в селезенке? Ой, тепло. А тепло в желудке, в двенадцатиперстной кишке? Ой, тепло какое. Хорошо. А тепло в легких, в позвоночнике, в грудном отделе. В легких тепло. О-о-о-о, тепло как было. Ой, а снов идет какой. Ох, как хорошо. Точно после этих занятий можно даже чуть-чуть, если кто, чайку выпить горячую. Хорошо. Тепло, приятно. Тепло по плечам, локти, предплечья, кисти. И с удовольствием вдохнуть прохладный, чистый воздух. И с такой радостью выдыхать теплый. А какое удовольствие от прохладного воздуха, который слегка охлаждает. Как после русской печки или русской бани выскочить на снег. Это ж такое удовольствие. Хорошо. А тепло по шейному отделу позвоночника, щитовидная железа, лицо, уши. Ой, как хорошо. Хорошо. Ой, как хорошо. Ручки растереть. Ручки приложить к печени. Печень от слова какого, Наташа? Печь. Кто русскую печку представил? Вот. Печень – это самый горячий орган. Ее лечить не надо. Если у них нормальное кровообращение, то она всех микробов замажать загонит. Они ее обходить будут. Поэтому важно, чтобы печень была сильной. Тепло идет. Ой. Самое главное, что здесь и доза приятная, и тепло свое. Ручки растер, растер. Ну-ка. Ну-ка, дай-ка руку потрогать. Ух. Ничего себе. Давай, сейчас соревнование. Давай, рука. Дай руку. Вон, она тоже работает. Сейчас проверим. Отличница, да? Дай-ка, дай-ка руку. Че? Выняла, да? Вот человек хочет. Понял? Ну-ка, а ну дайте-ка. Поняли, да? Вот моя печень будет завидана. Ой, как хорошо. Да с теплом, с радостью. А теперь поджелудочная. Даже просят, слушайте, что с печенью поработали, а меня забыли. Ой, как хорошо. Так. Ну-ка, желудок. Чтобы он переваривал всех. Если туда что попало, камни переварил. Ой, как хорошо. А ну-ка, по кишечнику. Ой, справа подреберье. По спирали вниз. Ой, слушайте. Сейчас соревнование. Чей кишечник быстрее движется в сторону здоровья. Вот мой следоват сбоку сидит. Таня, ты его покажи. Покажи. Он, по-моему, один из отличников. Это у нас есть еще человек, который сбоку его не видно. Покажи, покажи. Я просто смотрю на него. Давай, давай. Ой. Ах, как хорошо. Ну-ка, радость там есть немножко? Хорошо. Ручки растираем. А ну, почувствуйте, кто там. Почки уже. И ребята говорят, слушайте, ребята. А меня не пропустят. Раз на почке. Ох. И сразу же тепло хватается. Ух. Ручку берем. И нанес живота на самые любимые органы. Какие самые любимые органы? Те, которые дают жизнь, дают самое здоровое, самое красивое, самое здоровое удовольствие, равных которому нет. Ну, у нас к этим органам отношение такое странное. Ой, хорошо тепло. Хорошо. Ручки растираем. Руки на колени. И тепло туда, куда хотелось бы, куда тело просит. Ну, я говорю, кроме мозгов, а то некоторые... Я говорю, Пёс Александрович, надо с мозгами поработать. Или, ну, представьте, пришел в школу, а ему дают то холодную грелку мозгам, то теплую. Научиться нужно, мозгами думать надо, у сердца другая работа, сердце тоже не надо трогать. Хорошо. Все хорошо. У нас уже практически, видишь, как точно укладываемся. Садимся удобно и маленькое движение дадим. Те, которые движение раньше делали. Мягенько-мягенько, чтобы все тело работало. Лучше здесь, ручки можно здесь поработать. Ну, видишь, тебе нужен стульчик повыше. То есть, извини, пожалуйста, что у нас... А, хорошо, здесь тихонько. Встали. Хорошо, встали. И теперь темечка, центр тяжести ниже пупка. И осторожненько пошли. Раз, 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 раз. По жизни вообще вещи иногда бывают неожиданные. Да? То есть, вот сегодня вроде бы одно занятие должно было, совсем другое. Роксана еще вчера даже не думала, что сегодня будет на занятиях. В жизни иногда бывают моменты. Соскучишь. Неожиданные вещи. Хорошо. Чуть-чуть поприседали. Хорошо. И теперь закрыть глаза. И сейчас самая большая проблема. Потому что здоровье и деньги – это не цель в жизни. Важно, что это средство. Для чего? Поэтому лишнее здоровье и лишние деньги – это болезнь. Поэтому самая большая проблема – куда это потратить? Здоровья будет много. А то некоторые говорят, Петр Александрович, ну как лишнее здоровье? Я говорю, зайдите в лифт, посмотрите. Человек там все исковеркал, ему же сил девать некуда. А если бы он наработался на работе, устал, он бы встал бы в лифте и сказал, Господи, хоть бы доехать до дома, да? Он не будет уже. А из него ж прет. Люди страдают от безделия и от избытка здоровья. Ну вот. Но ничего. Так, поняла? Вот даже уже качаешься. Так, как надо. Значит, мы заканчиваем. И те, кто смотрит сегодня, обязательно посмотрите предыдущую передачу. Потому что там как раз вот сегодня как продолжение будет идти. Мы будем периодически заниматься. И, так сказать, потихоньку будет складываться такая целостная система. Очень важно, что те, кто смотрит, посмотрите обязательно притчи. Тоже важный момент. Не думайте, что это просто разговоры. Это лекарство может быть сильнее, чем любые самые сложные операции. И следующее, что обязательно посмотрите притчи. Ну и достаточно потом. Восточный чем-то занимался? Гимнастиками какими-то? Танцами занимался? Я и смотрю движения такие. Ну вот. Мы с вами прощаемся до вторника. Во вторник у нас будет продолжение. Там встреча как раз и с Сабиной будет. И будете смотреть, как идет все дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok